Давайте сделаем так. Вы как будто с Анной общаетесь, а я там иногда подключаю. Перестала работать морозилка, работало холодильное отделение, супруга вызвала мастеров, так же вот как у вас, приехали, сняли плату, уехали. Но тогда я не знаю как это, правдами и неправдами, я им дозвонился по WhatsApp, накричал на них, они вроде приехали, воткнули, поставили всю плату обратно, все работало без проблем. Сейчас перестала охлаждать холодильное отделение. Супруга нашла вот мастера, вот этих, позвонила, мастера получается, нашла мастера. В итоге перезвонила ей девушка и сказала, говорит, ну мне передали вот ваш номер, говорит, вашу проблему, говорит, я уже знаю, приеду, посмотрю. Приехала, посмотрела, оценила там. Алексей, а можно я сразу перебью, где он интересует? Вы сразу сказали про то, что кто-то снимал плату, а кто снимал плату? А вот без понятия, это было уже более 8 месяцев назад, год, наверное. Это про первый раз рассказывали. Это про первый раз, это еще вот, ну почти год назад это было. То есть кто-то, то есть у вас холодильник давно не работает или как? Нет, он работал все это время, он работал. А зачем плату снимали? А вот не работало морозильное отделение, я опять был в рейсе, то есть вот второй раз в рейсе. Первый раз сломался? Нет, они приехали, поставили плату, там всего лишь было, получается, вот в морозильной камере снимаете вот внутреннюю стенку вот эту, где вот спаритель, и там всего лишь лед образовался на вентиляторе. Как у меня? То есть, ну, обмерзание было и все. То есть вы разморозили холодильник, потом включили, он заработал? Да. Так, а плату-то с какой целью снимали? Вот как у вас, что проблема в ней. А известно, помнить там ваша супруга, которая вызывала, это был мужчина, женщина, кто плату снимал? Мужчина был. Как он был оден? Вот это вот надо с супругой уже разговаривать. У меня и сын его видел, и супруга видела. Просто было бы неплохо описать, если он был в коричневом политишке, черные волосы, тогда это Галимов, это он любитель снимать платы. А под каким соусом вернули эту плату и были ли какие-то деньги заплачены? Никакие деньги заплачены не были, а я им просто по телефону сказал, говорю, я через три дня прихожу с рейса, говорю, если платы стоять не будет, говорю, я буду с вами разговаривать лично. Они позвонили супруге, сын был дома, они приехали при сыне, спокойно, безо всего, ни денег, нет, они пытались тысячу попросить за диагностику. Они, то есть это было несколько человек, вам приехали? Двое, двое. Двое их было, да. То есть вы их видели? Нет, я их не видел. То есть это все было ваше отсутствие, вы их, так сказать, предупредили, они быстренько вернули плату и никаких денег не взяли, но хотели взять тысячу рублей за диагностику, да? Якобы диагностику. Ну, якобы диагностику. Они на тот момент говорили, что они там какой-то ремонт произвели, не произвели? Нет, они только ее сняли, я сразу позвонил, они еще сидели в машине. А, они даже до такой степени, что просто не успели даже придумать историю о том, что они успели что-то отремонтировать. Да, да, да. У нас-то история такая, что они выдумывали сказку о том, что они там ремонт делали. Ну, я уже посмотрел много роликов. Вот, это хорошая история. Ну, я думаю, 99,9% это те же самые товарищи, имеется в виду та же контора, но и Горова 13, кстати, где-то вот здесь она находится. А, вот оно, да. Хорошо, ладно, произошла эта история, скажем так, без жертв, вам вернули эту плату, разморозили холодильник, протерли, включили, все работает. И сейчас опять та же самая ситуация повторилась. И вместо того, чтобы разморозить, протереть и включить, чтобы он заново заработал... Не та же самая. То есть, первый раз произошло это с морозилкой, перестала работать морозильная камера, все оттаяло. Сейчас морозилка работала, не работало холодильное отделение. Вот, а ее... Я позвонил сначала жене, я говорю, давай, говорю, вырубай, говорю, пускай он, говорю, ночь отстоит, говорю, оттает, говорю, может заработает. Все, она выключила его с розетки, потому что бывает там каратит его. Включили, ничего не поменялось. Я говорю, ну, давай, говорю, тогда вызывай. То есть, Татьяна уже приезжала, оценила все это дело. Сказала, сколько будет стоить. Говорит, как решимся, так, чтобы мы ее набрали. Но с ней напрямую связи не было. То есть, вся связь шла через колл-центр ихний. А как вы нашли этот номер? И какой номер у вас записался этот номер? Стационарный? Нет, мы нашли на Авито. У меня есть, получается, скриншот этого сайта. Техноэксперт, так по-моему, называется? Или есть скрин именно Авито объявления? Авито объявления? А вот на видео, где Сергей у меня, я у него спрашивал, там, как контора называется. Мне увеличилось сейчас из головы, можно посмотреть. Вот, а есть фотографии именно от сайта самого? Так, и номера телефонов, вот, мобильные. Три-два номера. По двум номерам связь была. Ну, потом у вас их возьмем, эти номера. Я вам там отправила фотографию Галима. Можете супругу и отправить. Он это или не он? Сейчас мы сразу решим этот вопрос. По горячим следам. Сейчас сделаем. На тот момент, 8 месяцев назад, у него еще волосы были такие. Да, светлые, сегодня он уже темный. И вторую фотографию тоже издалека. Может быть, знаете, они всегда меняются? Тоже, да, передают персональные данные. Та же самая история. Так, ну я отправил. Сейчас посмотрим, что она ответит. То есть, разморозили холодильник, включили, не заработала верхняя телема. У вас морозилка внизу, да? То есть, морозилка внизу работала, а холодильник вверху не работал. Все верно. Не проверяли там дренаж, ничего такого, вентилятор? Ничего не проверяли, потому что уже так уже. Я сыну позвонил, сказал, я говорю, ты, говорю, посмотри. А он там то работа, то учеба, то спит, то не спит, то гуляет. Короче, никто не смотрел из домашних. И да, говорю, что, ну вызывай, 7500, это все-таки дешевле, чем новый сейчас холодильник покупать. Вызывай, говорю, что, пускай делают, говорю, если точно сделают. Вот она сказала, это Татьяна, что там работа на 20-30 минут. Ну, 20-30 минут. Как это все происходило? Сколько месяцев или дней она ремонтировала? Первый ремонт как раз у нее длился 2 или 3 раза она приезжала. Вот как раз она не могла с этой капиллярной трубкой, эту алюминиевую к фильтру медному припаять. Вроде что-то у нее там получилось. Она его вот запустила 8-го числа, сказала, все, пускай он типа постоит, поработает. А в холостую без нагрузки, безо всего. Если будут какие-то проблемы, звоните. Проблемы начались через полтора суток. Мне кажется, проблема уже с того момента, как поработать в холостую. Это уже, я потом уже начал все это понимать, да. Потому что каждый раз, когда она потом приходила, делала какой-то ремонт, заправляла фреон, что-то там пыталась перепаять, находили какую-то новую проблему. Я им всегда задавал вопрос, я говорю, а как вы диагностику-то провели? Я говорю, что? Говорю, ну, вы, говорю, пришли, сделали диагностику, оценили. Ну вот вы понимаете, утечка могла быть и там, и там. Я говорю, а еще и там, и там, и там, и там. Я говорю, утечка могла быть везде, говорю. И вас вызвали, говорю, как специалистов. И в мозгах могла быть утечка. Да. И все, и вот она пошла, у нее не получалось, не получалось, не получалось, не получалось предпаять. У меня там маленькая коллекция этих фильтров лежит, но там 4 или 5 штук осталось. а штука на там наверно 15 их потратила она эти фильтры где брала но вы не платили на самостоятельный для кого-то она продает скажем так запчасти компрессор она покупала за пенсионер она чуть-чуть не туда просто зашла видимо ремонт делать поэтому я за такие штуки платить точно не буду я думаю как говорите что она увидела камеру вас квартире она не видела она не видела и она вообще на видео и не пор не попала нигде увидел вот этот тот сергей ремезов потом когда вот приходил ко мне предпоследний раз они приходили я же после этого им еще позвонил сказал я говорю давайте говорю а не мне от звонили и подавайте мы вам по гораздо его сделаем я говорю по какой гарантии группа не вы сделаете булки гарантия вы мне испортили теле в类 и ног холодильник а только purple вы не испортили морозильную камеру это горю не гарантийное обслуживание бы уже порча имущества Я говорю, ну как вы это видите вообще? Вот вам лучше встретиться с мастерами и договориться с ними. Я говорю, хорошо, пускай приезжают, я с ними поговорю. Я их поймал на подъезде, встретил, чтобы домой ко мне не заходили. Стояли на подъезде, разговаривали перед подъездом. Озвучил им свои требования. Я говорю, давайте вот так вот, 47 500, вы мне ложите на стол, и безо всяких издержек, без судебных вот этих проволочек, ни вам, ни мне, все, разбегаемся, как море корабли. Вот это чудо техники, забирайте с собой, делайте с ним, что хотите. А что за мастера приезжали? Вот Татьяна и Сергей. Вот вы их просто называете мастерами? Да. Будем считать, что это мастера, я их немножко по-другому расцениваю. Я говорю, вот как они проходят сейчас, получается, в диалоге, что договор, мастера, там все дела. Конечно, нет ни мастера. И вот что, они отказались, я им сказал, давайте, ребят, до завтра думайте. Я говорю, решайтесь, определяйтесь, говорю, кто, говорю, в какой степени виноват, говорю, кто, ну, как эту сумму, говорю, выпилить там между собой будете, говорю, потому что виноваты оба. Но ответа до сих пор не последовало, уже неделя прошла. То есть, получается, я вас перебью, получается, 8 января, якобы, она сделала работу. Сказала, что в Холостую полтора денька поработала. Неделя, да, до следующего дня, там, до утра. Так, ну, словом говоря, 9-го и 10-го вы позвонили, сказали, ничего не фурычит, дальше что она делала? И все, вот она начала, она приехала. Сколько времени она к вам, сколько дней приезжала? Ой, что было, из 30 дней 25 дней. То есть, точно такая история, то есть, она просто на протяжении месяца, примерно, ну, почти чуть ли не каждый день приезжала и делала видимость подкачки Фреона, какой-то суеты. Перепайку постоянно. Измором вороват, чтобы, как бы, ее бедную несчастную пожалели. Она рассказывала о своих, там, несгодах, что у нее семья. Двое детей. Нет, она сказала, я, у меня, говорит, двое детей, я третьим беременна. Я мать-одиночка, это когда я ей первый раз сказал, что, говорю, давайте, говорю, вот, ну, я положил на стол перед ней претензию, я говорю, давайте составим претензию, говорю, вы сейчас, говорю, подпишите, говорю, а там, говорю, ваше дело, согласны, вы не согласны. Я говорю, судим на порядке, будем тогда выяснять, говорю, кто кому сколько чего и должен, кто кому чего испортил. Нет, я вот мать двоих детей, третьим беременна. Приходит, потом Сергей. А заметно было беременность? Нет? Да нет, конечно. Просто мало ли, может быть, заметно. Вот, это вот на тот вопрос, когда я вот ей сказал, говорю, Татьяна, говорю, он точно завтра будет работать? Да, будет работать. Я говорю, а если не будет работать? Я говорю, давайте составим претензию. Все, вот на это я услышал. Естественно, холодильник на следующий день не работал. Я опять звоню поэтому в этот колл-центр. Приезжает Сергей ко мне. Меня не было дома. Я, по-моему, на работе был, на вахте. А вы не помните, в колл-центре с кем он разговаривает? Кто-то, может быть, представлялся. Вот если очень голос похож на тот, с которым вы разговаривали. Вот у вас видео есть. Вот очень голос похож. Утверждать не буду, но голос похож. Номер вот там 917 начинается. Ну, то есть на Галину? Он не представлялся. Ну, понятно, хорошо. И приехал Сергей. Получается, меня дома нету. Он что-то там перепаял, оставил вот эти вот ожоги на камере. Я прихожу домой, говорю, Лен, говорю, а что, ну, ты, говорю, вообще смотришь, что они делают? Вот, говорю, смотри, тут олова приплавленная. Ой, говорит, а я даже и не заметила. Я опять звоню им. Я говорю, приходите, не работай. А, нет, он сказал приедет на следующий день заправлять Фреон. То есть они вот приезжали с каким-то, он приезжал с каким-то Михаилом. Не знаю, Михаил или не Михаил. Но на следующий день он уже приехал один. Вот как раз вот это видео, что у меня. Вот он приехал один. Я ему показываю этот ожог. Он там признает, что это ожог. Он признает, что он технический директор является. как технический директор вот этого до колл-центра так называем да все он признает 13 адрес произносил нет он его произносил на звание конторы звание фирмы и он признает свой ожог если чем он не оставил эту рукописку от себя что согласен возместить ущерб по этой когда будет произведена оценка этого ущерба типа ну вот холодильник не работает холодильник весь вырезаны разрезаны как бы написано договоре одно в итоге все поменяли абсолютно все каждая трубочка если подводить итог на данный момент сниманный холодильник вы заплатили 7 500 и вам ничего не вернули и еще требуют чтобы вы там провели какую-то экспертизу чтобы им что-то доказали нет они не требуют я экспертизу вот это вот провел сам просто мне как сказали что это просто акт технической экспертизы но можно сделать другую экспертизу судебную да там вроде как-то еще отдельно на более расписанное по какой причине они отказываются умеетворить ваши требования так сказать досудебном порядке потому что они считают что предлагают мне ремонт по гарантии ремонт по гарантии он возможен после того как была техника отремонтирована и потом наступил гарантийный случай насколько я понял из вашего рассказа 8 числа вам стали несмотря на то что вы подписали акт выполненных работ качества там претензий не имеете но он как как таковое не заработал то есть понятно что определить работает он не работает в течение там пяти минут там даже часа невозможно он у вас сутки поработал и через сутки вы им обратились с вопросом что у вас не фурыча но этот безграмотность вот это вот юридическая как бы получается у супруга и подписала вот этот договор хорошо то есть вы вообще планируете написать заявление правоохранительные органы я на данный момент усматриваю мошенничество которое под видом оказания вот этих вот услуг по ремонту бытовой техники люди просто не являясь специалистами выманивают у людей деньги вот эта история у вас которую вы сказали она не новая то есть совершают те же самые действия какие-то там капиллярки у них засахарились там засорились и там вот идут паяют что-то там ковыряют и ходят месяц ходят да вот просто берут измором и в процессе пока они ходят они еще берут деньги берут 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 просто видать попав на вас они не смогли за вас взять деньги других людей которые точно такая же история они брали за докачку приона там у них выходил потом из строя там пресс вышел он работал же высох вышел он на к бы работает но он уже когда начинает работать воняет горелым маслом вот там гонит от с него с него выгоняла масло то есть вот на полу оставались лужи масла это татьяна приходила и показывают татья смотрите это за лужа масла но это ничего страшного это все ерунда я уже потом когда стал углубляться как бы в этот вопрос я уже мне кажется стал больше их понимать и я этому сергею объяснял доказывал вот там на видео как работает принцип охлаждения этих компрессоров он говорит ой технически вы можете мне даже не рассказывать его ну а что тебе рассказывать тогда ты сам должен понимать если вы мне выгнали масло из компрессора соответственно охлаждение у нее какое не будет масло будет гореть значит вы мне посадили компрессор вот они последний раз предлагали мне мы говорит давайте мы заберем этот холодильник но это может работа занятий месяц и два я буду так а что вы говорите не будете делать мы его вам где восстановим сделаем его рабочим я в этом не говорю камеру вот эту пластиковую поменяешь я говорю но говорю это говорю совсем уже не гарантийный ремонт я говорю это уже горю порча как бы гарантийный ремонт это по договору говорю что вы написали это гарантийный ремонт кабу все вот на этом разошлись и как бы ответа от них пока не было навстречу они не идут и супруга вы сейчас оставляет получается претензию направлять будем на адрес по договору на эту татьяну не факт что он конечно действительный я сейчас попробую этот еще момент могу попробовать сейчас попробую еще узнать этот момент там есть возможность даже так даже так и все там уже будет направлена претензия потом исковое заявление если тут еще вместе с вами я без проблем могу написать и заявление потому что на мошенничество в чистом виде якобы вижу это тоже момент они предлагали купить новый компрессор и масло потекло и воняет дарит они предлагали мне его поменять то есть поменять то понятно на что банкет такая щедрость не знаю не знаю за их счет да с меня денег они не просили уже то есть изначально вам татьяна сказала о том что ремонт займет сколько времени 20-30 минут 20-30 минут которые превратились больше месяца больше месяца длится нет все неделю они ко мне не приходят потому что я сергею сказал я тебе не допущу угрю холодильнику потому что ты не на договоре игры не на каком другом документе гренишь отношения к этому холодильнику и потом горит и чего-то если не сделаешь говорю не горюского горит татьяна горит виси горю по полной программе грюнет вот если горит и признаешь грифу и косяк группа морозильной камере горит пиши когда я признаю вот он мне написал алексей не знаете маленький нюанс что у вас договор с татьяны анатолий попутниковой да вот этот вот товарищ с которым вы общались не имеет к этому не имеет никакого отношения я уже поздно об этом начал в принципе об этом даже можно сейчас не рассуждать потому что на данный момент вот человек подписался гарантию дает 45 дней у вас есть какие-то разговоры может быть записаны с этой татьяной что именно с ней вы общаетесь именно к ней вас претензии и тому подобное потому что что то что вы говорите что они там приезжали вдвоем там с ремезом там какие-то расписки надавал нужно все-таки татьяну подтягивать она заключила договор она у нас татьяну я могу вот в принципе еще не думаю даже срок договора не истек я могу ее дернуть себе домой позвонить вызвать ее на разговор я об этом и говорю что нужно зафиксировать что у вас самое интересное что 45 дней гарантия всего лишь по крайней мере с 8 января еще срок даже не истек они несколько по телефону вот этого колл-центра они мне вообще сказали что гарантия год я говорю а чем вы подкреплено это горит вот майно типа мое слово вот так вот это было сказано что мы должны прекрасно понимать гремит и мы подождем мы должны исходить из того что слово в делу не пришлешь вот и потом это вылезет боком потому что татьяна будь я ее защитником я бы этим воспользоваться снова подождите у вас договор с кем в чем здесь какой-то середине какой-то полцентра какие-то звонки вы видите контактный телефон ее если выполнить метод нет ну ладно можно но пока я татьяна сказала так что нам нельзя давать свои личные номера что все разговоры идут только через колл-центр что сначала надо позвонить в колл-центр и колл-центр уже связывает через свой номер как-то вот как уже с ними вот а то что тут в рукописке написано он же пишет по чьей просьбе он пришел и все ответственность несет она лично все что в этом договаривались с этими людьми это должен быть отдельный договор отдельные работы отдельные условия все вот этот человек выполнять работы как самозанят более того как они потом будут себя позиционировать после того как будет подано заявление там суд либо правоохранительные органы вот это конторная егорова 13 будет открещиваться дальше то это мы просто заявки им отдаем то есть мы вообще не отвечаем за ремонт и тому подобного мы вот приняли заявку и направили мастера все претензии к мастеру то есть так они будут легко преобуваться а эта девушка может сказать то подождите ну вот вы к нам не обращались вот есть акт выполненных работ что претензий не имеется вы никак не связывались с претензий не присылали хотя бы формально заказным письмом на адрес понятно что это может быть впустую она никуда не дает но по крайней мере у вас будет опись с адресом куда вы направились ходящих все что вот оно там получено не получено неважно но то что вы по договору выполнили определенную но свои там требования заявили и тому подобное то есть как минимум если идти по направлению гражданско-правовых отношений вам нужно подготовить претензию и направить именно на адрес чтобы у вас доказать доказательства были что вы направили претензии и там прям изложить в чем суть вашей претензии что вы просите значит компенсировать убытки в размере там вот 40 сев как вы сказали это там не знаю как вы там их посчитали вернуть стоимость работ которые там 7500 которые но она их ничего не сделала то есть это все в рамках законодательства защите прав потребителей но это если мы идем с точки зрения законодательства но на мой взгляд здесь усматривается умысел и дело правоохранительных органов потому что это татьяна уже не первый раз засвечивается и точно по такой же схеме потому что имеется сам факт очевидного что она работы не выполнила деньги взяла и деньги не возвращает то есть был ли у нее умысел на ремонт этого этого холодильника потому что если правоохранительные органы нормально займутся они выясняют что этот человек принципе не может ничего ремонтировать потому что она не способна у нее нет ни технических знаний ни опыта потому что если она извиняюсь за выражение не может припаять трубочку да это уже о чем-то говорит просто вот я женщина и общался кажется у вас как бы не настораживал что человек ходит как вам домой как на работу каждый день в течение месяца вот мне точно такой же к вам вопрос вас это не настораживало что меня настораживало было зашкварочку взять сказать дорогуша вот сейчас чтобы моментов не вызывали сначала ты возвращаешь деньги и тебя есть там условия столько-то дней вернуть деньги за убытки если нет подается заявление правоохранительного органа потому что для нее это было бы действенно она метнулась вернула там пенсионерам какие-то деньги ну что я договорилась естественно по ушам проехала там не все деньги вернула и скорее всего за холодильник она не не размещала не размещала да вот отдельный историк лица женщина ее простила видать убедила ее вот этот факт что она многодетная мать там беременная там ни одним ребенком муж таксист и тому подобное это еще тоже подлежит проверке зачем вот эти вещи рассказывать то есть человека вызывают на жалость на то чтобы их отпустили с богом так сказать больше так сказать не балуйся тебе нужно другую работу подыскать и тому подобное чему это говорю вот с точки зрения как юрист я вам советую срочно подавать претензию на этот адрес вот претензия составляет с описью вот и все-таки вам нужно подать заявление правоохранительные органы потому что несмотря на то что у вас есть договор я усматриваю что вот этот договор имеет фиктивные основания то есть просто прикрытия создание видимости выполнение работы среди заказчика не денег понимаете потому что человек который ремонтировал ваш холодильник скорее всего он его просто умышленно ломал потому что вот экспертиза должна показать что в принципе а нужно было ли трогать эти трубочки и поятен эту всю катаваси устраивать потому что может быть там просто дренаж да это много причин но точно не трубочки но точно не трубочки если это единый контур так единый контур с морозилкой то соответственно никакого в какой утечке фреона там не может быть потому что если морозилка работала значит фреон там был и никакой утечки не было ну что это единственный цикл то есть ну здесь уже как специалисты они должны сказать вот вы тех специалистов которых позвали они вам дали какое заключение о том что не подлежит уже дальнейшему ремонту потому что это экономически нецелесообразно а вот важно бы установить а что помимо того что они испортили там реально какая была неисправность потому что вот допустим планами специалисты сказали что как бы в принципе холодильник исправил да там денег исправить него тут как-то вот писал секунду дефект заявления сослов так ну вот тут при проверке объективно то что установлено вот так нет да больше ничего не написано то есть нужно понять вот этот человек который делал видимость ремонта он ремонтировал заведомо исправную технику или нет потому что чтобы понять это нужно провести экспертизу и выяснить момент какая была реальная неисправность а теперь получается не выяснить какая была реальная причина потому что они потому что по договору они не написали что только будут заниматься греющим контуром а в итоге как бы тут уже не дописано не уписано ничего капиллярная трубка испаритель но это же не татьяна занималась татьяна 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 занималась сергей пришел только внутри морозильной камеры к испарителю перепаять две трубочки и в этот момент оставил ожог перепаять то есть там уже все это проделала татьяна но в любом случае нужно конечно зафиксировать это в качестве судебной экспертизы после того как вы подадите иск в суд о взыскании убытков и стоимости заработки мне сказали что говорит мы вот вы вот где делали эту экспертизу там как-то евгений как не помню по фамилии евгений какой-то там он мне сказал говорит если говорит вам будет недостаточного это этого акта мы говорит более расширенный говорит более подробный сделаем говорит но проведем другую экспертизу но это будет уже конечно чуть-чуть других денег стоит неважно любом случае эти ваши расходы они будут размещены за счет ответчика проигравшей стороны в вашем как бы теперь понятно что должно быть все выиграно единственное можете столкнуться со сложностями если они будут все отрицать вам нужно будет доказать факт передачи денег факт наличия претензий все нужно доказать все что вы говорите на словах это надо все доказать как передавали деньги переводом 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 попросить супругу что должно было даже сделать это не те получательные иван ильич п алексей вам все равно советует изначально сделать обращение в полицию для чего чтобы они провели эту доследственную проверку они возьмут с нее объяснение и тому подобное а потом вот эти материалы доследственной проверки даже если не откажут возбуждение уголовного дела вы запросите в суд и это уже будет доказательство где она будет давать объяснение что то я приходила на квартиру да я получила деньги путем то-то-то понимаете нам нужно доказательство потому что если договор заключен в устной форме потому что вот у вас есть прописано вы говорите что там другие работы проводились если заключено в устной форме то ссылаться на свидетельские показания согласно гражданскому кодексу не допускается подтверждение самого факта исключения договора и его услуги это такое требование законодательства но не лишает вас ваться на другие доказательства в частности материалы доследственные проверки которые там правоохранительные органы приведут и плюс еще момент буквально недавно женщина подала заявление с пресс по-моему тоже на татьяну но неважно нет на галимова же подавала на да смысл в том что у них потерял копийца им нужно вот это вот большое количество скажем так пострадавших чтобы на основании этого сделать что они планомерно это этим занимается не с целью именно ремонта а с целью вымогания денег потому что она бывает ситуации какие они снимают там плату и пропадают а потом вот вы просто успели а потом они сказали а мы и уже там ну починили вы уже заплатили деньги то 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 понимаете вы бы начали говорить о мы вас ремонт не заказывали а ну-ка чли печать дурачка ну как бы ну вот начну наgesetzt правильно мы уже делали деньги-то заплатили поэтому надо заплатить то есть они бы начали другими словами вымогать деньги хотя они бы эту плату даже не монтируют есть информация по фотографии я не знаю у сына надо спрашивать по ходу дела оба раза сын был дома когда он приходил так а сейчас на работе ну ладно тогда потом узнаем до 18 лет уже это я предлагаю сделать следующим образом так вы в первомайском районе сможете подать заявление до заявления то смогу подать только тут такой момент что договор сделан на супругу могу ли я подать да без проблем мы в гражданском браке неважно можно делать заявление потому что это преступление не частого обвинения публичного обвинения поэтому заявителя может быть любой не обязательно пострадавший в каком формате потом не писать на них что я давление о совершении преступлений коротко рассказывайте все то что вот вы сейчас сказали в принципе я вот этот ролик смонтирую опубликую делать наша устная беседа вы можете потом прям заявление сослаться что более подробная информация там размещена там-то 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 где я давал объяснение там кому-то там вот ну в принципе то что вы коротко пишите в любом случае они к вам придут либо вас вызовут взять вас объяснение как раз к этому времени уже будет какой-то ролик готов и скорее всего допустим я могу подъехать и как ваш представитель я думаю это будет более полезно если я буду там присутствовать почему потому что они захотят вас динамики ну подобное само у них этого не получится я понял и да если по поводу представителей я тоже хотел этот вопрос узнать с финансовой точки зрения смотрите то что касается в любом случае придется выходить суд взыскивать судебные расходы потом я предлагаю сделать следующим образом 10 тысяч это оплата до обращения то есть не готовлю исковое заявление все участвуют и после того как суд выносит решение остальные 20 тысяч то есть общая сумма 30 тысяч и 20 тысяч по окончании решения суда ну естественно положительного после подается ходатайство о взыскании судебных расходов да меня это вполне устраивает но тут такой момент сейчас на 4 месяца ухожу в кондитов к конец этого начала вот марта уйду опять на 4 месяца до конца июня договор у меня будет заключен именно с человеком который включал договор с этой татьяна да без проблем но с финансовой стороны надо будет связываться со мной то есть я я я перевод буду делать все это на мне будет а там уже тогда я а там уже как бы все вот эти вопросы уже этому уже относительно что в городе будет происходить уже тогда супруга будете там на связи да ну смотрите я вам сразу говорю что скорее всего ваш вопрос решится гораздо проще и быстрее как только мы опубликуем вот этот ролик а татьяна прибежит со слезами будет умолять ползать в ногах и говорит пожалуйста простите меня я больше не буду вернет вам 7 с половиной тысяч но будет там с вами торговаться насчет убытков там я не знаю уж там жалитесь вы не жалитесь вряд ли не хочу смысл в том что я думаю что для нее это оптимальный вариант решить ее проблему потому что для нее это проблема потому что помимо того что она возместит убытки она заплатит расходы по судебной экспертизе она оплатит мои судебные расходы ну пусть ваша заказа уже что говорил я это да то есть это для нее выглядит большую копеечку очень большую я предупреждал их обоих она получит свою известность на город мурманск мурманскую область и российскую федерацию потому что следы заседание будет фиксироваться и она больше не сможете этим бизнесом заниматься и и за нами будет видеть все вот это специально сейчас говорю потому что я скорее всего это оставлю высказывать поэтому ей советую как можно быстрее регулировать до субъектном порядке данную претензию которую сейчас устно прозвучал если смогу закромно письменно вернуть денежки как взятый за ремонт которого не было так и возместить убытки прямые убытки путем причинение ущерба порчей имущества не а так если в дальнейшем все это дойдет до до суда я готов присутствовать быть свидетелем и подтвердить свои слова если там давно суде без проблем но вы главное вот эти видеозаписи которого состались не удалите все фотографии не удалите все это думаю будет достаточно по крайней мере документально все зафиксировано значит от вас сейчас требуется подать заявление правоохранительные органы чтобы они начали доследственную проверку претензию заявление это чисто формальность да я знаю знаю это вот эти сроки чтобы как говорится не и зацепить что укрыться вот и и некачество работы чтобы каруселька закрутилась об этом случае перед тем как претензию направлять вы мне скиньте чтобы мог ее почитать правильно вы изложили потому что суть претензии должно быть не о гарантийном случае а он не качество на выполнение работы разные вещи понимаете мы сейчас говорим о том что она в принципе работы не выполнила то есть не было периода когда у вас холодильник в принципе работа несмотря на то что акт был подписан он был подписан без проверки потому что проверку невозможно было установить так называемые скрытые дефекты то есть их можно установить только по истечении определенного времени эксплуатации розетку включили вроде гудит но это не означает что он как бы будет работать да я понял вас да будем тогда заниматься займусь оформить сейчас отправим тогда претензию на адрес по договору и тогда я напишу заявление да тогда уже в полицию отдел номер тренер написать или по и по регистрации и и значит в полицию по регистрации произошедшего события предположительно преступления раз это первомайке было начать отдел полиции номер 3 исковое заявление вы можете подавать если исходить с точки зрения как защите прав потребителей по вашему выбору либо по вашему месту жительства либо по месту жительства ответчика ну естественно вам будет удобнее подавать по вашему месту жительства потому что вообще неизвестно вообще реально нереальный просто ленинский район я думаю неудобно и нужно еще выяснить реально это адрес потому что я думаю прокачивая на днях по этому адресу да может даже даже завтра я увидел этот договор у них шаблонный договор писал там другие адреса которые не существуют просто вот здесь посмотрим потому что я так вот прикинул даже на протяжении месяца ездить с сумкой это же не на троллейбусе автомобиля нету это ездить на такси вот этот материал который она использует там газ паяет вот эти трубки фильтры вот эти которые меняют около 10 штук фреон который заправляет все же это денег стоит полагалось что надо заплатить просто понимаете сила удалось если бы вас не было супруга бы заплатила заплатила бы да это было бы предъявлено и как бы было бы оказано сильнейшее психологическое давление поверьте мне эти люди умеют именно этому их обучают их обучают не ремонту а как давить на человека на жалость на морали и тому подобное у них тренинги об этом проводится у них есть целая инструкция где по пунктам прямо расписано как себя вести что рассказывать что спрашивать да понятно уже посмотрели сколько всяких видео по телевизору в интернете уже все с этим ясно да да тогда буду заниматься тогда составить от претензию напишу заявление в полицию и претензию тогда скину вам 66 61 ваш номер же да вот по нему связываться тогда да и я вам тогда скинуть вот это тоже отход какие-то же скиньте хорошо а может сейчас вы уже смотрели можно мне тоже посмотреть можете вот сами сфотографировать сейчас даже так наверно проще будет а видео как-то через файлообменник потом возьмете для монтажа долгое там полчаса я так вот так но что я помотать а он как-то увидел камеру да потом увидел два раза на нее посмотрел но ничего не сказал сами регулируйте а вот он развернул холодильник а вы заподозрили сразу да что-то неладное когда я уже пришел ставили да 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 нет я уже понял я уже знаю я уже поговорю с юристами так-так-так по телефону поговорил с экспертами вот по холодильникам они говорят вам лучше записать лучше соберите ли больше материала я думаю а почему его нет вот поставил камеру а то есть он камеры с изначально не было потом поставил да 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 это вот на телефон я поставил и вот замаскировал за баночки и вот он снимал как еще усмотрел-то я ему предложил говорю давай делаем и доп соглашение говорю там по оказанию услугу или там рукописку делает себя что ты будешь делать я горит ничего писать не буду я говорю почему это должен тех холодильник вообще пускать а первый раз откуда вы приглашали к себе вошло с авито тоже шоссе виток 2 раз на грамм это женская друг друг другое объявление как бы формат объявления поменялся и все в принципе это это видео доказывает обстоятельства что татьяна приходила да да все есть разговором все это подтверждение есть да тут вот поэтому даже если это вот с ребятами с ребятами смеялись очень сильно сейчас я хочу покажу вот он там вот все оставят на из носа все дозор и господин ну я сейчас голову наклонит у него уши прямо алого цвета шея уши он упрямь весь город его она все красная покраснет бедолага мне уже потом ребята показали герс а ты говорит и говорит его просто затоптал потому что их видать заставляют 22 года специалист что как-то вот слабо верится ну что-то мне тоже слабо верится что женщина ремонтирует я могу как мастер вам только и нынэн да но вообще когда заключается договор прописываются их визит как минимум фамилия и отчество документ растеряющие стреляющие личность это у нас вас по спорту все реквизиты после ушел когда кем выдан и адрес а это уже тогда он уже там ушел к этому сосед поэтому когда говорят что мы не покажем свои реквизиты там паспортные данные и адрес уже можно не эту паспорт мне показал вот так вот я посмотрел на договоре реквизита ну тут у меня получается видео подкрепляет его присутствие что он не он не возражает против татьяны что он сам говорит что нет 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 это татьяна делает вы что я тут вообще не причем я пришел только помочь я бы ты пришел помочь гури и испортил вот выдавая чески про да он юридический прав у вас и никаких договоров нет даже если он что-то сломает вам тоже у меня попросили ну я попытался не получилось умысла не умел не имел на порчу да то есть по статье уголовный его не притянуть ну сломал и сломал но о чем не надо было просить ладно подавать поэтому вот я за заморозильную камеру с него и взял эту расписку что вы пиши что это твоя твой косяк потому что татьяна потом будет говорить что нет я ничего не портила это дни мой дни мой косяк вот а мне потом доказывающие вот как поле ветер его поэтому году вот сразу с него и взял эту бумажку а тогда у вас два действующих лица да только сергей и татьяна да и кто-то кто общался с вашей супругой по телефону когда она оформляла заявку с ними общалась она потом стал уже по приходу с ними общаться я я говорю пишите говорю а вы горит кто я говорю я супруг я говорю вот мой номер говорю у вас высветился говорю теперь говорю связь только по нему и вот там с восемь девятнадцатого числа с ними на связи я только то есть это уже сколько времени нет личных номеров они не дают говорят все через колл-центр и звонили вам тоже только через колл-центр два номера вот могу продиктовать где он вот он 917 так как сейчас 8 917 572 2797 это вот чисто колл-центр их не они же могут менять эти номера есть второй номер 958 756 8539 тоже нет ну вот и вот он их сайт где-то тут тут вот вот сайты то есть у них есть какой-то лично на авито да размещают свои объявления мастер по ремонту бытовой техники это мне вот опять таки животным вот это для него фото да не знаю это вот савито вот эту непонятно что они чужие фото выставляют конечно будьте здоровы прошу прощения во время там позвонили то что тогда мне получают отпишусь и отписаться отписаться вам да когда будет составлена претензия вы оцените и так понял правильность не говори грамотность на всякий случай да ну что там каких-то на ямку сихов не было написано справитесь на всяких супруга справится лучше кажется перед супруга справится на в этом плане кабану понимает это я это ладно тогда поеду я контакты есть принципе все поэтому за супруга тоже заберу все всего доброго ну так вот что это ваше хобби теперь на ближайшее время никаких нервов никаких нервов никаких переживаний ничего личного это мы живем в этой системе да вот так как в течение двух месяцев определиться там и я не знаю там наверно надо будет как-то с вами договор составлять да у меня все есть там все жалко что не галина я так хотела чтобы ну вот кину верну вопрос вернуть ли за все то что он хочет за весь холодильник торговаться будут ну смысл торговаться нет торговаться нет нужно по-доброму искать эти деньги брать я думаю ты женщины есть эти деньги зарабатывать нормальную сумму на там хороший каш потому что там единицы людей которые реально что-то пытаются как-то вернуть доказать а большинство вот так вот они просто поэтому вернут мы ему денежки все вернет я удивляюсь почему галинов до сих пор он просто дать сильно перепуган и он просто боится если бы он хотя бы вас хоть копеет уже сколько он не должен да да слишком большая сумма он наверное ну вот представьте такую ситуацию приходит он ко мне у меня дома разрухал и идет ремонт то есть иными словами ты заходишь в квартиру а у тебя вещи на полу лежат и это он все это видео это он все видел выхожу я такая там трико домашним ну то есть не создавая впечатления какой-то там ну то есть не было ощущение что мы там какие-то что сметы составляем реестр сметы там туда-сюда ну то есть такой прайс не читался и когда он разговаривал со мной по телефону и супруга он не понимал что будет дальше я конечно не интересно чем все закончится это уже исключительно интерес к чему же все-таки мы придем то есть холодильник дома стоит я не могу есть в любом случае я исхожу из того что на сегодняшний момент имущество похищена у вас его нет вам нету возврата он вам ничего не вернул то что оно оказалось у сотрудников полиции не освобождает его от ответственности оно должно было как оказаться у вас и по первому требованию должно было оказаться не подброшено вам под коврик до квартиры а стоять в холодильнике и холодильник как минимум должен был работать в том состоянии которое он был до момента как он пришел то есть минимум морозилка должна работать правильно все проверим чем все закончится очень интересно у меня сейчас на большое сомнение что вообще вот эта плата которая в итоге будет вставлена в холодильник если она будет вставлена в холодильник в том плане что он подойдет что холодильник вообще вернуться к первоначальному состоянию потому что они же там что-то пытались имитировать и ты там конденсаторы паяли там что-то паяли первых кто это паял вообще я думаю что они должны знать что они паяли ведь занимаясь какой-то скажем так не совсем чистой деятельностью ты должен понимать что ты делаешь чтобы свою не чистую деятельность имитировать как чистую то есть ты должен более чем разбираться в этом все я не вижу сложно вам взять и разобраться в холодильниках то есть это не так сложно на самом деле простая техника да то есть нет ничего проще логического предсказуемого да и проверено уже годами мужчины раньше вот мужчины они все практически разбирались в технике потому что все чинили самостоятельно радио паяли раньше раньше мужчины короче там принцип какой 90 процентов всех неисправностей это принцип контакта где-то контакт пропал 90 процентов допустим 8 процентов это кондеры так называемых конденсаторы просто у них пришло время они доплить надо просто поменять есть все остальное это вот транзисторы вот такого просто сгорел это вообще не видит то что должна быть причина для перегорания тоже и но и детали ну понятно скачок напряжение поэтому первым делом сначала проверяешь провод все ли нормально уходит уходит предохранители и дальше уже смотришь но это тоже начнешь обмюхивать эту плату интересно конечно интересно сколько же их там ну вот долго постоянно держится то сколько они отручивают раз они несмотря ни на что они уходят видимо очень прибыльный бизнес либо они находятся в рабстве потому что в рабстве ну да почему никакой с другой стороны раз он приезжий на самом деле он где-то может быть живет там квартиру снимает его так сказать куда ему деваться может он там где-то нагадил его сейчас скрывается на московой области да вполне возможно а почему не уезжает тогда если тут такое шумника прошло но пока так дело уголовного нету ему пока бояться нечего даже если возбудет уголовное дело ему не не изберут меру пресечения в виде заключения под стражу вряд ли но все же начинается с малого тогда когда он подрастет а вот через десять ему очень сильно помешает то что он сейчас делает жизнь то она какая помешает наоборот это у него житейский опыт это он в молодом возрасте уже прошел определенный момент он уже опыта такого набрался скажем так места не столь одноленые это там тоже есть хорошие люди то есть не надо думать что там плохие люди потому что там есть всякие люди как и у нас на свободе есть всякие есть и плохие и хорошие человек который побывал и там и там он немножечко по-другому смотрит на мир у него больше знаний, опыта и всего потому что посмотрите кто у нас во власти так или иначе кто-то сидел кто-то там привлекался то есть люди которые имеют определенный опыт житейский да возможно где-то это если там идти в госструктуры какие-то там на работу устраиваться возможно это как-то отразится но это смотря в какие госструктуры исполнительная власть где там ты будешь на побегушках а если ты пойдешь в нужную власть так там тебя никто в глаза не забролит наш свой заходи да? конечно там это что по фене начну с тобой разговаривать справляемся? может пойти посмотреть нет жрать и прикол а вдруг у них открыто? а вдруг включил руководитель? нет он звонил по домуфону смотрите там недолго минутка ну тут ага ага вот сто процентов да давно бы уже одежду сменил чтобы его не узнать было он ходит палец все с таким чемоданом здорово просто там табличек еще нету да? написано техни-сервис не, ну говорю, у них несколько сайтов у них есть по ремонту компьютеров по ремонту бытовой техники там еще какие-то есть БО вектор называется юридическая история все, мы с ним открыли дверь а он зашел да то есть откроют не нам а мы скажем мы не довольны клиенту открывай и ректор она починим все, что сломано доломаем все, что не сломано режим работы без выходных без прерыва сейчас мы на них в полицию натравим сейчас мы на них в полицию натравим ну до Продолжение следует...